Давай начнем с дебатов Трампа и Байдена. Неочевидный итог. Настолько захейчены оба персонажа. Настолько проиграл Байден не по сути, а по форме. Потому что все посчитали его неспособным выполнять функции президента. Как ты можешь охарактеризовать вообще, что это было? Чем так уникальны эти дебаты? На самом деле ты сказала не неожиданный финал, а по-моему как раз финал абсолютно ожиданный. Любой, кто следил за новостями последние годы, знает, что Байден плохо выступает на публику. Что у него действительно есть некоторое когнитивное разложение. Что он не может функционировать так, как должен функционировать американский президент. И здесь скорее любопытна реакция либеральной общественности. То есть самая либеральная общественность, которая нас уверяла все эти годы. Что на самом деле Байден это мощный старик, опытный политик. Человек, который держит руку на пульсе. Но нет, это было ложью и год назад, и два года назад, и на самом деле даже в 2020 году. И просто сегодня эту ложь стала невозможной игнорировать. И любопытно, как как раз демократическая общественность, либеральная общественность, она в какой-то момент начала потреблять собственную ложь. Ведь вот эта вот паника, которая возникла после провального выступления Байдена, она возникла почему? Потому что долгое время пропагандой, которую рассчитывали обмануть других, люди обманывали себя, то есть буквально журналисты стали потребителями собственной пропаганды и в итоге оказались в очень неудобном положении. В положении, где президента, кандидата, президента демократической партии уже заменить очень проблематично, потому что праймеры закончились. Любая кандидатура, даже если Байден примет решение сняться, любая кандидатура, которая встанет на его место, она так или иначе будет гораздо менее легитимной, чем был сам Байден, потому что выбирать его будут уже не сторонники демократической партии, а так называемые выборщики, то есть люди, которые нажимают кнопки, часть демократической элиты. И проблема, которая сегодня не обсуждается людьми, которые хотят, чтобы Байден вышел из гонки, это проблема нелегитимности или недостаточной легитимности следующего кандидата, потому что получается, что в демократической партии не было никаких праймерис, а наследника Байдена назначили буквально узкой группой элит. Вот это что-то тоже, к чему нужно готовиться. Как тебе аналогия с тем, что Байден немножко наш Борис Ельцин? Борису Ельцину было гораздо меньше лет. Меня прям удивляет, вот ты говоришь про то, что либералы оказались в таком порочном кругу самовнушения, и в итоге это их привело к тому, что они сейчас получают, но мне кажется, еще слабость либеральной позиции в том, что глобально какой-то не получилось толерантности. Я вот помню выборы 2008 года, когда участвовал Джон Маккейн, генерал, какой-то суперпочетный вообще там сенатор, сто лет работал, и ему на тот момент, по-моему, было движение 70 лет, он прям ровесник почти, что, по-моему, был Ельцина, и основной причиной его проигрыша Обаме был его возраст. Тогда это считалось неприличным, теперь это считается чем-то нормальным, долой эйджизм, и вот к чему это привело к каким-то стыдным, кринжовым, ну, совсем уже тоже таким неприличным, что ли, политическим... Конечно, 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 потому что дело не в эйджизме, дело в том, что какие-то стереотипы складываются в силу объективных обстоятельств, что действительно люди в возрасте, они склонны к развитию определенных болезней, которые в том числе приводят и к деменции, вот той болезни, которой Байден, очевидно, болеет, про которую мы не знаем ничего, потому что это держится в тайне. У Маккейна такой проблемы не было, в момент палатирования президента он сохранял совершенно ясный рассудок, это как раз видно по дебатам против Обамы, другое дело, что Обама, помимо своей молодости, принес огромную харизму, можно как угодно относиться конкретно к его политике, но именно как лицо, как кандидат, он был абсолютно компетентен, ярок и победил Маккейна абсолютно справедливо, здесь снова не сыграло вот этого момента никакого эйджизма, то есть люди выбрали более, по крайней мере, эффектного кандидата. Сейчас история совершенно другая, и помимо того самообмана, которым себя почивали либералы последние несколько лет, есть же другая история. Кто сегодня больше всех настаивает на то, чтобы Джо Байден оставался в президентской гонке? Его семья, а конкретно его сын, об этом сегодня вышла статья на Вашингтон-Пост, очень подробная, и вот задумываешься в этот момент, интересно, а какие основания могут быть у сына Джо Байдена настаивать на том, чтобы его отец не снимался с гонки? Может быть, это имеет отношение к коррупции? Может быть, это имеет отношение к тому самому ноутбуку Хантера Байдена, информация о котором была опубликована перед предыдущими выборами, и буквально зацензурирована за счет вмешательства Демпартии, за счет вмешательства спецслужб. Все эти доказательства у нас есть. Илон Маск опубликовал файлы Твиттера. Марк Цуркиберг также признался, что на Фейсбук оказывалось давление. Сайт одной из старейших газет, одной из старейших газет Соединенных Штатов, Нью-Йорк-Пост, аккаунты в социальных сетях этой газеты были заморожены на время буквально последних недель выборов. Это огромный скандал. Скандал коррупционный, который вот тянется с тех пор, когда мы об этом били тревогу, когда я говорил, ребята, нельзя настолько бессовестно относиться к избирательному процессу, вы дискредитируете таким образом институты. И сейчас мы оказались вот в такой любопытной точке, где, с одной стороны, самовнушение и ложь привело к повторному номинированию Джо Байдена от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов. С другой стороны, он окружен людьми, которые по очевидным коррупционным причинам заинтересованы в том, чтобы не позволять ему уже теряющие какие-либо когнитивные способности сняться с гонки. Сняться с гонки, потому что мы понимаем, что тот суд, который сейчас идет над Хантером Байденом, это на самом деле вершина айсберга. Весь материал из ноутбука до сих пор нормально и не был изучен, потому что скандал там не только фотографии, но и коррупционные схемы. Проблема в том, что это не иммунитет от этого расследования, потому что Байден со всей вероятностью проиграет. То есть это билет в один конец, ему билет на эти выборы, и первыми его же собственные соратники, его ближайшие журналисты, «Атлантик», «Нью-Йорк-Пост», кто еще, «МНСБС», все абсолютные издания написали призывы в разной форме и редакционные статьи о том, что они требуют, чтобы Байден саморично отстранился, потому что ему уже передали мандат на участие в выборах от демократической партии, и назад дороги нет. То есть отозвать они его никаким образом не могут, к сожалению. Да, 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 не могут, и поздно пить боржоми. Это на самом деле такая просто подстилка, которую постелили перед надвигающейся катастрофой, потому что все то же самое можно было опубликовать год назад. Какой бы иной был эффект, в демократической партии был бы шанс выдвинуть на праймерис другого кандидата и объединиться вокруг него. Почему журналисты не выполнили свой журналистский долг? Сегодня вот все эти призывы, они выглядят и очень лицемерно, и самое главное, да, хорошо яичко Христову дню. Закончились праймерис, Джо Байден победил. Мне кажется, что оба в равнозначной такой позиции, потому что для Трампа ведь тоже, вернее нет, конечно, у Трампа более выигрышная позиция, потому что поступили разъяснения по поводу его уголовных дел, все пиарили эту схватку, как схватку между подсудным криминальным элементом и старичком неадекватом, который засыпает и не понимает, куда он идет, даже входя, блин, в студию. Я вообще обожаю американцев за то, что у них сильнейшая визуальная культура, культура символов. Они это прекрасно все понимают, и я посмотрела специально перед нашим эфиром, как анализируют это в либеральных же медиа. Это очень смешно, потому что буквально разбирают вот какие-то политтехнологические знаки, что он не может держать, не может быстро пройти, а до этого он специально, видите, бежал, показывали, что он способен, что он слишком часто мигает, держит слишком долгие паузы, выглядит неуверенно, и на следующий же день, там даже не на следующий же день, часами после этого их эфира, дебатов, начали либеральные же СМИ писать статьи и управдания, почему у него такой слабый голос, да потому что у него простуда, а не потому что у него такой слабый голос, ах, какой у нас немужественный, жалкий, слабый президент, тишко, не подумайте ни в коем случае. А вот ты провела параллель с Ельциным, на самом деле там есть еще более глубокая параллель, потому что на тех же самых Атлантик, на том же самом Атлантик, вышла огромная статья, посвященная тому, что, ребята, вы выбираете не президента, вы выбираете его команду, а Джо Байден собладает гораздо более компетентной, сильной командой, нежели Дональд Трамп, да, и вот это, я не знаю, просто роспись в том, что, да, действительно, теневое правительство существует, да, действительно, президентские выборы ничего не значат, совершенно неважно, кто находится на посту президента, важно, какие бюрократы его окружают, то есть они это пишут, и по всей видимости даже не пытаются рефлексировать, а что, собственно, они говорят, и как это будет воспринимать Атлантик. Окей, но скажи мне, почему наши охранители, наши консервативные медиа, наши патриотические, или как еще назвать, не хочу, просто избегаю слова пропагандистские, потому что оно уже, мне кажется, такое тоже затертое и незначимое, почему они в таком восторге от того, как раздавлен Байден, как раздавлена Демпартия, как будто бы на Трампа действительно вся надежда, и ссылаются на то, что он говорил, что он минутами закончит войну, дайте мне 24 часа, я закончу войну эту, но он не объяснил, как, а закончить войну в 24 часа можно совершенно по-разному. Я помню, как в 2016 году вот это вот западопреклонство от наших всех первых каналов, от Маргариты Симоньян, тоже было в адрес Трампа, что ура, Трампушка, родненький, и что потом случилось? Да ничего хорошего, никаких преференций Владимиру Путину и России не поступало с тех пор, как Байден пришел к власти. Почему теперь они ожидают какой-то перемены? То есть я тут согласна с Путиным, который говорил, да нам Байден лучше, он супер предсказуемый. У него есть эта система Он не только предсказуемый, он еще и ничего не соображает. Конечно, Байден лучше. Пускай его команда более предсказуема, все понятно, весь трек понятен, но он завел как бы Украину туда, где она сейчас находится, и ни к чему, никакой развязки войны это, в общем-то, не привело. Вот мне просто интересно, почему такой даже не карго-культ, а не знаю, как назвать это, преклонство перед решениями Байдена и упование на него, когда он серая лошадка в отличие от простого, понятного старикашки, родненького. Слушай, потому что, я не знаю, смотрел этот фрагмент или нет в дебатах, да, где они начали, где Байден и Трамп начали перебрасываться оскорблениями, и потом Трамп говорит, ну, хватит вести себя как дети. Вот на самом деле, да-да-да, про гольф буквально. И в политике, в большой политике в России и в Соединенных Штатах на самом деле царствуют такие же настроения. То есть мы воспринимаем их как демиургов, и они, конечно, ими являются, потому что в их руках сконцентрированы рычаги власти, но между собой, да, это вот буквально 100% состояние, 0% информации. Почему Трамп? Потому что Трамп прикольный, потому что он смешно шутит, потому что на него интересно смотреть, потому что он раздражает всех тех людей, которые тебе очень сильно не нравятся. Да, вообще, значительная часть обаяния Трампа, она заключается в том, что его ненавидят все правильные люди. И это перебрасывается не только на избирателей, это перебрасывается и на другие страны, перебрасывается на режимы типа Владимира Путина, перебрасывается на правую оппозицию в европейских странах, потому что вот он раздражает всех тех, кто раздражает себя. И ты невольно начинаешь выступать за этого кандидата или как-то ему симпатизируют, несмотря на то, что да, я абсолютно не считаю, что Трамп для Кремля будет удобнее, чем Байден, скорее наоборот, потому что, еще раз повторю, конечно, любому тираническому режиму, любой диктатуре выгодно, чтобы в Соединенных Штатах на кресле президента, ну, в кресле президента находился плохо соображающий человек. Ну, как бы решать делишки проще.